Здравствуйте дорогие друзья! 22 апреля Международный День Земли, праздник воды, земли и воздуха. День напоминания о страшных экологических катастрофах, день когда каждый человек может задуматься над тем, что он может делать в решении экологических проблем, поборов равнодушие в себе. Символ Дня Земли, зеленая греческая буква Тета на белом фоне. Флаг Земли представляет собой фотографию планеты из космоса. Традиционно флаг связан с Днем Земли и многими другими природоохранными, миротворческими и гражданскими международными мероприятиями. В День Земли в разных странах по традиции звучит колокол мира. Колокол мира это символ спокойствия, мирной жизни и дружбы. В России первый колокол мира был установлен в 1998 году в Новосибирске в Международном центре Рерихов. Ежегодно в День Земли все желающие принимают участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, различных экологических мероприятиях, фестивалях и акциях. С 1995 года к празднику присоединились заповедники и национальные парки России. Экологический праздник марш парков проводится с 19 по 24 апреля в десятках регионов России и во многих странах мира. Этот праздник посвящен заповедникам и национальным паркам, которые сохраняют для нас в нетронутом виде красивейшие ландшафты, тысячи редких видов растений и животных. К сожалению, из-за варварского отношения к природе, многие бесценные виды животных уже исчезли с лица Земли. Гигантская мягкотелая черепаха. До 2007 года считала, что данный вид утрачен навсегда, но позже было найдено 4 черепахи. Гигантская мягкотелая черепаха – самое редкое животное в мире. Два самца живут во вьетнамском зоопарке, один самец и самка в китайском зоопарке. Вечной дельфин Байджи. Обитал только в Китае. На сегодняшний день известно, что в живых осталось всего 10 дельфинов. Красноногий ибис – самая редкая птица в мире. Известна только одна колония в Китае, которая насчитывает всего 17 особей. Дальневосточный или Амурский леопард. Проживает в дальневосточных таюжных лесах на территории России, Китая и Северной Кореи. Всего зарегистрировано 68 особей. Гибкая грационная дикая кошка находится за критической чертой угрозы вымирания. Попугай какапа. Еще одна редкая птица – эндемик Новой Зеландии. Некоторые орнитологи утверждают, что этот попугай – самая древняя птица в мире. Единственный попугай, который ведет ночной образ жизни и не умеет летать. Сегодня в природе насчитывается всего лишь 70-75 птиц. Яванский носорог. Встречается только на острове Ява. Ученые определили, что их численность составляет не более 80 особей. Ирбис или снежный барс. В дикой природе отследить его крайне сложно, поэтому точно сказать, сколько снежных барсов бродит по склонам Алтайских гор, ученые не могут, но приблизительно по подсчетам чуть более сотни. Речная горилла. Сегодня ее можно встретить только в Камеруне и Нигерии. Всего осталось не более 300 млекопитающих. Для сохранности речных горилл на границе Нигерии и Камеруна создан национальный парк, где проживает 115 животных. Долгопят. Маленький зверек из отряда приматов. Распространен в Азии. Уникальность животного в том, что глаза его имеют такой же размер, как и мозг. Рост всего 10-16 см. Их численность на сегодня не превышает 400 особей. Жираф Ротшильда. Экологи отмечают, что на всей планете осталось не более 500-600 особей. Жираф Ротшильда самый высокий среди своих сородичей. Его уникальное отличие – наличие на голове пяти рожек. Кто виноват в вымирании этих животных? Конечно же человек. Какую планету мы оставим нашим детям? Чем мы можем помочь? По мере возможности чаще ходите пешком. Не мусорите. Участвуйте в переработке отходов. Сортируйте свой мусор. Избегайте аэрозолий. Не используйте химические удобрения. Посадите дерево, цветы. Участвуйте в уборке парков и лесов. Соблюдайте правила поведения в лесу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова